Ребят, всем привет! В этом видео я хотел бы вам рассказать, почему у вас не получается провести стрим с телефона. Заходим на официальный сайт в справку YouTube. Ссылку на эту статью я оставлю в описании под этим видеороликом и в первом закрепленном комментарии. Требования для проведения трансляции. Вы можете проводить трансляции с мобильных устройств только если у вас не менее 50 подписчиков. Пользователи, которые достигли минимального возраста для самостоятельного ведения канала, но которым еще нет 18 лет, могут проводить прямые трансляции с мобильных устройств только если на их каналах не менее 1000 подписчиков. Я так понимаю, если у вас есть уже 50 подписчиков на канале и вам больше 18 лет, то в принципе вы можете проводить стрим с мобильных устройств. Если у вас нет 50 подписчиков и вдобавок вам еще нет 18 лет, тогда стримы вам разрешат проводить, когда будет на канале не менее 1000 подписчиков. Дальше. На канал за последние 90 дней не налагались ограничения на проведение трансляции. То есть, если у вас за последние 3 месяца нет никаких ограничений на канале, то есть вы ничего не нарушали, все окей, тогда в принципе можете проводить. Дальше. Ваш канал должен быть обязательно подтвержден. То есть, вы должны свой канал подтвердить. Как это делать смотрите в творческой студии. Дальше. Как включить трансляции? Это нужно сделать всего один раз, но не позднее чем за 24 часа до выхода в эфир. И следующая рекомендация. У вас есть мобильное устройство с операционной системой Android версии 5.0 и выше. То есть, смартфон должен быть более новый, но версия Android 5.0 это вообще старый смартфон. Поэтому, чем смартфон будет новее, тем лучше он не будет тормозить во время проведения трансляции. Дальше. Если у вас менее 1000 подписчиков, для защиты сообщества мы можем ограничить аудиторию вашей трансляции с мобильного устройства. Кроме того, доступ к ее записи по умолчанию будет только у вас. Эти изменения будут действовать в течение нескольких недель. Почему мои трансляции с мобильного устройства доступны только ограниченному числу зрителей? Мы ограничиваем число зрителей трансляций на каналах, на которые подписано менее 1000 пользователей. У таких авторов, как правило, еще не сложилась хорошая репутация на YouTube. И мы не можем быть уверены, что в их трансляциях не будет неприемлемого контента. Поэтому YouTube опасается, если у вас менее 1000 подписчиков, у вас нет определенной репутации в YouTube. Но мало ли что вы будете проводить в этих стримах. Поэтому, видите, вот такие действуют еще одни ограничения. Что произойдет после того, как я наберу 1000 подписчиков? Полный доступ к функции может появиться у вас не сразу, а через несколько недель. Иногда приходится ждать дольше. Например, если число подписчиков за это время снижается. Если на вашем канале снова окажется менее 1000 подписчиков, вы сможете проводить прямые трансляции с мобильного устройства только в ограниченном режиме. Если же подписчиков станет меньше 50, то вы потеряете доступ к этой функции. То есть, что они имеют в виду? Вот вы набрали 1000 подписчиков. Дальше. Проходит некоторое время, вы пытаетесь провести трансляцию, а у вас на канале, например, их стало 890 подписчиков. То есть, не 1000, а меньше. Все. У YouTube возникают какие-то подозрения, но они вам не дают доступ к прямым трансляциям. А также, вот они написали, если подписчиков станет меньше 50, тогда все, вы потеряете доступ к этой функции. Поэтому пробуйте, ребят. Если у вас больше 50 подписчиков уже на канале, и ваш возраст указан больше 18 лет, тогда вы сможете провести трансляцию на своем канале. Как это сделать? Я рассказал вот в этом видеоролике. Я записал от и до, как запустить трансляцию со смартфона. Но у меня проблем с трансляцией не возникло. Так как я запустил трансляцию, когда у меня на канале уже было, ну, по-моему, 69 или 68 тысяч подписчиков. YouTube сразу одобрил, без проблем. Почему? Потому что канал у меня существует уже давно. Если этот видеоролик не поможет, тогда опуститесь в этой статье чуть ниже. И здесь есть инструкция, как создать трансляцию. Внимательно прочитайте и пробуйте транслировать стрим через телефон. Ребята, с этой непонятной ситуацией в мире YouTube, возможно, скоро заблокируют. Поэтому сейчас все блогеры переходят на альтернативные площадки и просят своих подписчиков подписаться в Яндекс.Дзен и в Рутуб. У меня в Яндекс.Дзене и в Рутубе также есть свои каналы. Поэтому рекомендую подписаться, чтобы не терять со мной связь. И вы всегда сможете со мной связаться в комментариях. Ребята, минуточку внимания. На ваши комментарии в YouTube я стараюсь отвечать по пятницам на стриме в 20.30 по Москве. Поэтому сразу ответ я не предоставляю. И если у вас срочный вопрос, я рекомендую задавать его через мою группу ВКонтакте. Вот, нажмите кнопку сообщения и напишите свой вопрос. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.